Воскресенье Воскресенье Гребен Пришель Здравствуйте! Добрый день, господин президент, вектор Донецкого Национального Университета Шубин Александр Александр, Александр, это наша красавица, вас приветствует в стенах нашего университета. Я прошу. Прошу переступить этот порог, а то мы как-то на пороге стоим. Господин президент, у нас есть традиция, почетные гости, которые впервые посещают наш буз, возлагают цветы вместе с ректором памятнику основателя нашего университета, выдающемуся великому экономисту современности, Михаилу Туган-Барановскому. 90 лет тому назад он создал наш университет в городе Киеве, и вот в результате 90-летних преобразований сегодня этот университет находится здесь, в городе Донецк, являясь на сегодняшний день лучшим экономическим университетом по рейтингу Министерство образования и науки Украины. Мы рады вас. Министерство образования и науки Украины. Мы предлагаем вместе совершить награду. Возьмите, пожалуйста, цветы. Министерство образования и науки Украины. Министерство образования и науки Украины. Это все традиции. Министерства образования и науки Украины наук millennials от Спасибо. Выдающийся экономист в Украине, финансизм. Спасибо. Проректор по научной работе Алимжан Садеков, профессор, доктор, тоже выдающийся экономист. Проректор по международным связям, доктор, профессор Погребняк Владимир Юрьевич. И проректор по, извиняюсь, женщину мы забыли. Проректор по воспитательной работе со студентами, доктор философии, профессор Дрожжина Светлана. И проректор по экономическим и хозяйствам, главный хозяин в нашем районе. Все эти? Анатолий Борисович Краманов. Главный бизнесмен. Анатолий Борисович Краманов. Анатолий Борисович Краманов. Я приглашаю вас. Анатолий Борисович Краманов. Прошу всех встать. Анатолий Борисович Краманов. Анатолий Борисович Краманов. Прошу садиться. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Я прошу включить микрофон. Я рад приветствовать участников юбилейной 90-й ежегодной конвенции Всемирной Больсерской Ассоциации в стенах Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Дуган-Варановского, который также недавно отметил свое 90-летие. Я очень рад, чтобы поздравить юбилейный 19-й ежегодной конвенции. Я очень рад, чтобы поздравить вас на премиси Тонетский университет экономики. Я очень рад, чтобы поздравить, что наш университет сегодняшний день, чтобы поздравить юбилейный 19-й ежегодной конвенции Донбасса. Я уверен, что проведение столь представительного мероприятия в Донецке будет способствовать развитию и популяризации этого вида спорта не только в Донбассе, но и в Украине, и в мире в целом. Закономерно, что именно наш университет принимает сегодня гостей главного боксерского форума года. За свою 90-летнюю историю Донецкий университет экономики и торговли, а когда-то Донецкий институт советской торговли по праву завоевал звание спортивного высшего учебного заведения неоднократными победами своих студентов на спортивных площадках. Наш университет, с 90-летним историей, университет в Украине, потому что студенты нашей университет хотели так много победителей на разные виды спорта, including боксинг. Препортадиционный именно бокс был одним из самых успешных и популярных видов спорта. Команды боксеров университета была победительницей украинских и всесоюзных, тогда еще в бывшем Советском Союзе, студенческих игр. Наши студенты Кауфман, Покедай и Пивовара становились чемпионами Советского Союза футбол. Наш выпускник Владислав Засыпко был неоднократным чемпионом Советского Союза, Европы и мира по боксу. Участие в спортивном движении университета всегда рассматривалось как неотъемлемая часть социальной жизни студентов. Сегодня традицию продолжает новое поколение смелых и мужественных. Это наши студенты Александр Клещук, Виталий Константинов, чемпионы и призеры меденства Европы и мира Советского Союза. Наши студенты стали чемпионами Европы и мира Советского Союза. Эти студенты и те, которые сегодня занимаются, безусловно, любители. Однако к тренировкам и выступлениям они относятся и относились как настоящие профессионалы. И вообще достижения усов в спорте и боксе особенно возможно только при профессиональном. подходе. И поэтому нам особенно приятно и почетно сегодня здесь видеть уважаемая Джилберто Мендофф, президента Всемирной боксерской ассоциации. С его заслуги на пути популяризации профессионального бокса сложных лет. Яркая и многогранная деятельность господина Мендофф на посту главы боксерской ассоциации дала толчок для развития этого вида спорта не только в странах, которые традиционно считались родиной профессионального бокса, но и во многих разбивающихся странах. Яркая и многогранная деятельность господина Мендофф на посту главы боксерской ассоциации. Появились международная европейская, североамериканская, азиатская, африканская, латиноамериканская боксерская ассоциации. Благодаря этому тысячи молодых, талантливых и целеустремленных людей были вовлечены в горовой спор. Так что, благодаря этому, мистер Мендофф на посту главы, тысячи людей были вовлечены в профессиональном боксе в целом Европе и в целом мире. Учитывая все вышесказанное, уважаемые присутствующие, мне особенно приятно объявить о единогласном решении ученого совета Донецкого национального университета экономики и каковы имени Михаила Туган-Парновского. За выдающиеся заслуги по развитию и популяризации профессионального бокса в мире. Огромный вклад в успешное становление бокса Украины и Донбасса. Избрать президента Всемирной боксерской ассоциации господина Женберто Мендозу почетным доктором Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Парновского. Продолжение публикает Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Парновского. Торжественную церемонию посвящения в почетные доктора я объявляю открытой и прошу всех встать. Добро пожаловать на наш канал! 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 У вас есть огромное желание для того, чтобы бороться на глава вашего государства. И минимум, что я хотел бы сделать это, это быть здесь, работать вместе с людьми Украины, чтобы развивать боссы во всем мире, особенно в этой красивой городе Донекс. Это работать вместе с вами, чтобы на благо развития босса в Украине, и в этом регионе, и в этом прекрасном городе. Я могу сказать всем, что все, что я могу сделать для развития боссы с очень реальными гражданами для будущего, потому что боссы помогают, чтобы улучшить нашим гражданам. И я могу сказать уверенностью, что я сделаю все для того, чтобы босс развивался в Украине, потому что босс – это спорт, который, прежде всего, воспитывает в человеке человеческое. Но для того, чтобы достигнуть этой цели, нам нужно, прежде всего, сотрудничать друг с другом, всем нам нужно сотрудничать. потому что боссы – это воспитывать людей в гражданстве. Я могу предложить специальную кампанию, которую мы проводим в других странах. Это так называемая программа «Нокала против наркотиков». Это поединок против наркотиков. «Нокала против наркотиков». Я могу сказать, что многие люди работают. В настоящее время мы сотрудничаем с большим количеством людей, которые трудятся в обладе этой программы. Потому что это помогает всем молодым людям, это помогает всем молодым людям, это помогает всем молодым людям стать настоящими гражданами своей страны. И еще одна такая немаловажная вещь – это то, что боссы не занимает никакого разума между людьми. Боссы дает возможность, без того, что это социально-экономическое, не социально-экономическое. Все это так же. Мы должны помочь. Боссы дает возможность, без каких-то декриминаций, без всяких людей. Потому что наши люди – это будущий страны, это будущий страны, это будущий страны. Это будущий страны. Боссы – это, прежде всего, разенство между всеми людьми абсолютно. Не зависимо от их национальных, финансовых, всех других принадлежностей. Поэтому это очень и очень важно. перед тем, как пожелать еще раз и поблагодарить за прекрасный теплый прием, я бы хотел представить вам приглашение своего рода. Это приглашение работать и сотрудничать друг с другом. Строить командную, слаженную работу. для того, чтобы достигнуть очень первостепенную цель и важную цель. Делать счастье для всех людей. Сделать людей счастливыми. И добавить мир вместе. Я знаю, это очень, очень трудно. Я думаю, что мы должны идти в таком случае. И мы должны быть лучшее граждане, мы должны быть лучшее страны, мы должны быть лучшее страны, мы должны получиться не смогли мать и, таких во-мную работу, мы должны Ross Iglesias вместе с тем несколькими. И это успех. И снова, спасибо, спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поверьте, не многие страны желали сделать то же самое, но выбор пал именно на нас. Есть в нашей компании «Чемпион мира» четырех флаг Вячеслава Семченко. Есть определенное количество боев проведено звание «Чемпиона мира». За «Суперчемпиона» мы не проводили, но «Суперчемпион» мы проверим. Есть «Интер-Компион». Есть «Интер-Компион». Кстати, господин директор, я хочу вас немного поправить. Александр Ящук в шесть месяцев является членом «Борестанной» сборной. Он в нашей компании, он будет оставить через несколько месяцев, оставить звание «Компион» «Чемпион». А так «Борестанной» мы видим. Так у вас не только люди, но и в «Интер-Компион» и в некоторых временах мы будем снять его на «Борестанной» экземпион. Так у вас есть «Интер-Компион». Когда я первый раз, будучи в «Борестанной» сказал сыну господину «Борестанной» «Борестанной» обрадовался. Папа является, я не помню, сколько лет 25 или 26 мюсетов, считается почетным президентом. Он очень обрадовался. И то, что сегодня происходит в Донецке, открыто 6 числа конвенция, это огромный вклад в Украину для развития «Борестанной» в «Борестанной» в мире. Несердечно было данно для «Господина Минторс и всех его командов за высокую казуність Компании более 40 поясов, заработанные профессёры в этом плане. В скором времени Донецкий стоит с собой за заводом чемпионате с американским боксером. Сейчас идутся последние переговоры. Господин Президент, господин Вице-президент, я думаю, поправьте имя Нурковсин, промоушен доказать делом, и всё будет хорошо. За дрожку! Господин Президент, сегодня здесь присутствуют студенты, которые очень хотели бы задать несколько вопросов какому неменитому доктору, почётному доктору университета и президенту боксёрской ассоциации. Мы позволим им это сделать? Конечно! Уважаемые студенты, пожалуйста, у кого есть желание поднимать руку? Пожалуйста! Там микрофон есть, включайте! Пожалуйста, скажите нам, как боссерская ассоциация была расширена. Еще раз повторите! Пожалуйста, скажите нам, как боссерская ассоциация была расширена. У меня очень полегу ладно, я попробую ответить на этот вопрос. Уважаемые студенты, которые созданы органы в США, в Айдене. Всемирная боксерская ассоциация была основана в Соединенном Штатах Америки. Первоначально это была Национальная боксерская ассоциация в США. Это было в 1921 году, в 1962 году, в 1962 году, в 1961 году. Потому что в США проводились очень именитые пареньки. И для того, чтобы встретиться с американскими боксерами, приезжало очень много иностранцев. Все самые влиятельные функционеры профессионального бокса принадлежали этой федерации. И поэтому она трансформировалась из национальной боксерины. Вы получили ответ на свой вопрос. Мы пытаемся не задать вопрос к президенту, но задраться только к президенту. И вопрос должен быть, что вы не можете найти в интернете. Так что это должно быть очень интересно. Пожалуйста. Я очень извиняюсь. В ВВА-ссоциации. Какие результаты вы ожидаете от этого интернет-конвенса? Это лично для вас, мистер Мендоза, и для всех ваших ассоциаций. Это лично для вас, мистер Мендоза, и для всех ваших ассоциаций. Во всем этом, я не могу ответить на это вопрос. Назову тебе ответить на этот вопрос. Я сначала расскажу историю, затем перейду к ответу на Вашу вопрос. Ваши вопросы, как уже сказал мой сын, в начале Национальной Федерации США. В ВВА, национальный boxing at that time, it was more like, especially like American Association, because all the presidents since that time, most of them, I think about 62 presidents, people from America, from the state, and maybe four or six from Canada, or all from America. And more than 60 years. Since this organization was in the USA, for a long time, it was only a president of America, it was 62 people, and two from Canada. And after that, I have been in control, many people ask me, hey, you look like Eddie Tector, you had many years, 30 years as president of the World Vaccine Association, something like that. The question is, how comes that a guy from this country, like Venezuela, that they can say that? Because... many people, you know, don't say most, many people from the state, they minimize, trying to say, should estimate the people from Latin, especially, that there's more countries. And, uh, we got the election, first time, and continue with relations, with the re-election, 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 because we, we brought to the WBA a new thing, we changed many things. And the happening that people react, people react when they feel that they need something new and they're not getting something new with the organization they have. So the people react against, against the status. the Russian war, the Russian war, because, the Russian war, many people from Latin, people from Europe, people from another region, different to the America, they contain to account, to put in the big fight, they lay discrimination, the revolution was, now, we, we have a governance, a different governance. the Russian war, the Russian war, the Russian war, the Russian war. with the Russian war. Before that, the organization, the Russian war, only one person with a small people in one executive committee, Продолжение следует... ...был самым влиятельным человеком, это был президент и маленькое количество людей, группа, комитет, который принимал все важные решения. Я решил поломать это и решил назначить президентом каждую, каждую региону мира. Я сделал это первым и дал автономию каждого подразделения. Мы дали возможность... ...по всем людям... ...был самым опытом, в том числе и в России. Все эти опыты... ...был самым опытом. Был самым опытом. Был самым опытом. Был самым опытом. А для их жизни. Потому что, в боксе, в боксе, в Бомбасе, в Чанков. ...лы карьер Мори. А так же, мы должны иметь возможность, чтобы все... ...били без каких-либо сопротивления. Что мы сделали, мы дали возможность абсолютно всем странам иметь возможность проводить титульные бои и принимать собственные решения. Мы таким образом боролись против дискриминации. И мы не понимаем, если мы с Украины, от Германии, от Франции, от Венезуэля, от Мексика, от США, от Канады, от Кина, от Африка. Мы не понимаем, что национальности, просто противоположные решения, без каких-то дикиминаций. The only thing we need is looking for quality. And that's what we are looking for. We are looking for quality to give the title to the best, without any doubt. In order to do that, we need to put a competition between the regions. They're going to get a champion in the European region, again a champion of the American region, again a champion of the Asian Pacific region. So they want to be served to be in the top ten of the race, and also in order to get the opportunity to become champion. What do we do? We want to fight for quality. We absolutely don't matter, where the next champion will be the champion of the European region. We choose the best of the best, depending on what country he lives. What the hell is going on? The best, depending on the world, we go out and the reason why, in this way, is our approach. The last goal I would like to want to, is, that Ukraine is a state of the blackmon, and for the beings of Ukraine, the members of Ukraine was a very big champion WBA champion in the world. You are very good people, and Ukraine is waived. это. И, опять же, вы студенты, и все в ваших руках. Спасибо. Я хотел бы в качестве реплики сказать, что когда господин президент говорил о том, что ему все равно, откуда чемпион мира. Из африканской страны, из латиноамериканской страны, из Америки. А нам не все равно. Нам очень хочется, чтобы чемпион был украинец. И здесь мы возлагаем на нашу компанию. Он был сидел в дурую. Смотри. Я не знаю, что это страшно. Я здесь, в Торисе. Шрайни, в Торисе. Вы нужны какие-то помощи? Вы не знаете. Он может попасть мне, когда он хочет. Спасибо. Уважаемые товарищи студенты, господа студенты, последний вопрос. Я думаю, что господин президент уже достаточно много говорил и ему еще отвечать на вопросы журналиста. Поэтому последний вопрос. Пожалуйста. Вы, как президент ВОВ, должны работать с многими знаменимыми боксерами. Вы симпатизируете с некоторыми боксерами или с основной натуральностью? Спасибо. Пожалуйста, второе вопрос. Вы должны работать с многими знаменимыми боксерами. Вы симпатизируете с некоторыми боксерами? Вы симпатизируете с миром? Да. Или вы имеете наиболее неправильность? Хорошо. Я не могу сказать. Смартная вопрос. Очень хорошо. Очень хорошо. Интересно. Очень смартная вопрос. Очень интересный вопрос. Я пытаюсь сделать конкретную ответственность. Прежде чем мы... Потому что мы уже хотим получить президент и контроль на территории ВВА. Прежде чем мы стал президентом ВВА. И так далее. Продолжение следует... 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 Я думаю, что мы должны помнить это время. Студенчество – это самое счастливое время в моей жизни. Часто известные люди. И это не просто слова, это реалии нашей жизни. Одно из таких мероприятий у нас прошло в 2002 году, когда на базе нашего университета здесь проходил международный конгресс землячих донбассовцев, когда к нам приехали выходцы из Донбасса со всего мира. А президентом этого конгресса был Виктор Мянукович. В 2002 году была конференция международного конгресса о людях из всего мира, которые родились в Донбассе. И главная дверьом этой социальной социальной, автором Хорькович, представитель Украины Виктор Янукович. Он был здесь, он оставил в книге наших гостей свои впечатления о нашем вузе. И мы бы хотели попросить, чтобы наш гость тоже оставил свои, может быть пока еще такие небольшие впечатления, но надеемся очень приятные. Он посетил нашу университет, этот музей, и он посетил свои впечатления о своей университете в книге. Поэтому мы просто попросим вас сделать то же самое, и оставить свои впечатления на этот книг. Это для нас огромное honor. 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 Для нас огромное honor. Это для нас огромное honor. Это для нас огромное honor. Это для нас огромное honor. Господа, я прошу взять шампанское. Ибо сегодняшнее honor. это для нас огромное honor. и для нас огромное honor. И я предлагаю поднять тост. и для нас огромное honor. и для нас огромное honor. и для нас огромное honor. И это не для нас огромное honor. И это для нас огромное honor ... Я могу сказать, что директор Артемовского шампанга месяц тому назад был у меня в кабинете, по той причине, что он становится нашим докторантом. Итак, последний директор Артемовского шампанга месяц был там, потому что он будет принимать его докторский декрет в нашей университете. Он закончил университет и на базе университета делает докторский диссерт. Итак, он университет из этой университета, и теперь он готовит его докторский декрет в нашей университете. Итак, шампангу мы можем просто считать как нашим. 80% руководителей ресторанов, кафе, гостиниц Донецкой области, и на Украине немножко поменьше, и на Украине в том числе, это выпускники нашего университета. Поэтому сегодня в университете обучается 17 тысяч студентов. Не только в городе Донецке, но... Не только в городе Донецке, в городе Донецке это база, а еще и в городах Севастополь, Симферополь, Луганск, Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск, Славянск... То есть наш университет такое большое государство, которое охватывает несколько половин Украины. Это наш университет, это государство, который обеспечивает только крупный участник Украины. Спасибо. Окей, это субболка, это субболка. Это субболка. Спасибо большое. Это субболка. Это субболка. Это субболка. А я хотел бы подарить господину президенту. Вот этот почетный знак, который университет подготовил к 90-летию нашего университета, и мы вручаем его самым почетным гостям нашего университета. А это еще один экземпляр. Медаль, медаль. На том случае, если господину президенту нужно будет иметь этот орден в двух местах. В Венесуэле и, например, в другой стране. Так что вы можете оставить один металл в Венесуэлле, и другой, просто поставить на вас и поймать туда. Спасибо. Спасибо. 1 миллиарда людей, 1 миллиарда россии, в Индоле, в Индоле, в Индоле. В Индоле, в Индоле, в Индоле. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok